Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос, как разбудить свою совесть? Апостол Павел многократно говорит о том, что надо блюсти свою совесть в чистоте, и о том, что она является таким мерилом его состояния. «Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть». Это из послания к евреям. Потому что во всем желаем вести себя честно. Когда человек во всем желает жить по заповедям Божьим, совесть его не обличает. Но поскольку мы очень часто нарушаем заповеди Божьи, совесть звучит таким мучающим нас голосом. Но об этом прекрасно сказано в каноне преподобного Андрея Критского, что ничего нет нужнейшего в мире, чем совесть человека. Почему? Потому что совесть, как говорят святые отцы, это голос Божий в человеке. И славянское слово «совесть» буквально это сознание. Когда кто-то вместе с тобой знает о тебе то, что никто другой не знает. Кто знает все о тебе? Кто напоминает тебе о том, что ты должен покаяться в каком-то грехе и искупить его? Это, конечно, Господь сердцевелится, от которого ничего не скрыто. И, вы знаете, вся христианская культура, она, конечно, предполагает внимательное отношение к совести своей. Вот это мучение грехом, за которое ты не понес наказание. Мне вспоминаются прекрасные строки Иваны Андреевны Ахматовой. «Одни глядятся в ласковые взоры, другие пьют до солнечных лучей, а я всю ночь веду переговоры с неумолимой совестью моей. Я говорю, твое несу я бремя тяжелое, ты знаешь, сколько лет, но для нее не существует время, и для нее пространства в мире нет». Вот совестливая христианская душа рабы Божией Анны, она жила вот с таким голосом Божиим, постоянно звучащим в себе. Как сделать, как его разбудить, а его гасить не надо, понимаете? Если не вставать по будильнику 3, 4, 5, 10 раз, то потом ты его и слышать не будешь. Поэтому если совесть тебе говорит, вот так нельзя, или попроси прощения, или позвони извинись, или помоги, то надо это исполнять. Потому что если вот это напоминание Божие, вот эти звоночки внутренние, их глушить, в следующий раз «не хочу, не готов, он сам виноват», то они перестают звучать. Поэтому будет совесть, наша воля, когда направлена к ее исполнению. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.